Дольщики Миловского парка объявили голодовку, голодовку бессрочную, голодовку протеста. Приезжаем, и вот честно, мое впечатление, ну кроме того, что там было очень мало народу, и люди, в общем-то, стояли в растерянности, не понимая, что происходит, человек команды, хотя она в ужасе стала отрицать это, кокетливо переводя стрелки на радио Хабирова. Последним развлекательным аргументом остается пресловутый Элвин Грей. По миллиону в день они будут легко собирать, и к концу года насобирают аж 365, наверное, миллионов рублей. Т.М. Хартекайнен именно все вот эти деяния совершил, катаясь на коньках с клюшкой и получая миллион, а то и два в день. Вообще Австрия все больше и больше входит в нашу жизнь. Мы знаем, что это очень непосторонняя страна и для Хабирова, и для Рахимова. Европейские умные города далеко отстали от Уфы, и никакой конкуренции города Уфе составить уже не могут. На прошедшей неделе не было грандиозных событий в республике, и, может быть, это хорошо, но было много разных и разнообразных мелких и средних событий и происшествий, и поговорим мы по порядку, в порядке, наверное, важности для республики. Конечно же, главной центральной проблемой республики на этой неделе были события вокруг долевого строительства. Начались они прямо с понедельника и продолжались практически всю неделю. В самом начале недели, в понедельник, дольщики Миловского парка объявили голодовку, голодовку бессрочную, голодовку протеста. И протест свой они выразили в отношении того, как и в каком порядке власти республики и сложившаяся система взаимодействия с дольщиками решает или не решает их проблему. Если говорить вкратце, то основными требованиями голодающих было то, чтобы прекратить фальсификацию, имитацию взаимодействия с инициативными группами, в том числе и Миловского парка, и начать работать на конкретных зданиях, а самое главное – дать им понятную и внятную информацию о том, когда и что будет происходить на их объектах. Собственно, список этих требований заключает в себе вообще-то весь план работы по решению проблемы долевого строительства. И, к сожалению, список этих претензий говорил о том, что работа эта практически не ведется, по крайней мере, в отношении именно Миловского парка. Мы посещали дольщиков голодающих в момент их голодовки, общались с ними, снимали про это сюжет, мы его выпускали, все его видели. В конечном итоге, любопытно разобрать, как кто среагировал на это событие. Напомню, что эта голодовка была первой в период работы ради Хабирова в республике. Реакция самого Хабирова не заставила себя долго ждать. Уже в понедельник на стройчасе Хабиров самым резким образом высказался. В основном он говорил о самом себе, он говорил, что он борец, спортсмен, и его невозможно сломать, согнуть и к чему-то принудить. В общем, достаточно раздраженная реакция произошла. Эта реакция была мгновенно подхвачена госпожой Гайсиной, которая примчалась к дольщикам, начала кричать, истерить, пугать их чем-то там, значит, и так далее, и так далее. Тем самым окончательно усугубила вот эту ситуацию с группой дольщиков, которая голодала. На самом деле, если вот разобраться по-большому, людям просто тупо не хватало внимания. Люди просто не понимали, как кто с кем взаимодействует, не получали обратной связи, не получали информации с этих стройчасов и вообще из гостроя. Соответственно, как бы из-за этого началась голодовка. Но госпожа Гайсина это все усугубила, ухудшила, значит, окончательно разорвала все отношения с людьми. Начались какие-то истерики в интернете. В конечном итоге, буквально на следующий день было дано задание господину Невостроеву решать эту проблему. Вопреки тому, что было заявлено, что мы тут не реагируем ни на что, реакция как раз-таки наступила. Невостроев встретился с той группой, которая устроила эту голодовку. Они обсудили вопросы, которые беспокоят дольщиков, и задали конкретные вопросы. Получили, кстати говоря, на них ответы в той или иной форме. А самое главное, они составили письменно документ, протокол, в котором зафиксировали все те решения, которые были приняты на этой встрече. Документ этот на самом деле уникальный. Начиная с того, что он составлен в письменной форме, практически на коленке, госпоже Цветковой пришла светлая мысль о том, что нужно бы запротоколировать все то, что говорится, потому что у дольщиков и не только у Миловского парка есть богатый опыт, когда им что-то говорят, 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 а потом говорят, да, что вы, первый раз слышим. Ну, в общем, уникальный документ у нас он есть, я его вам показываю, кроме того, что он составлен от руки, как в старые добрые времена, со всякими ошибками, помарками и зачеркиваниями, он действительно подписан всеми реальными сторонами, обсуждающими этот вопрос, и в нем содержатся даты, этапы, и то, что государство, Невостроев, Госстрой, и, в общем-то, получается, что сам Хабиров теперь конкретно обещают вот этим дольщикам. После всего этого голодовка была приостановлена, как было сказано, до первого этапа, который указан в этом соглашении. То есть, фактически, это достаточно четкая, понятная ситуация, когда либо обязательства исполняются, либо люди вернутся к протесту. Говорить о том, что эта голодовка не удалась, не дала результата, была бессмысленной, ну, более чем глупо, потому что голодовка эта достигла именно того результата, которого добивалась, причем достаточно быстро и в полной мере. Но, однако, официальным представителям дольщиков не удалось успокоиться на этой ситуации, утереться и разойтись, значит, начались ответные действия. К моему величайшему удивлению, в четверг в микрорайоне Дема случился какой-то странный митинг. Ну, нас заранее о нем уведомили, мы поехали на него, приезжаем. И вот, честно, мое впечатление, ну, кроме того, что там было очень мало народу, и люди, в общем-то, стояли в растерянности, не понимая, что происходит, по форме это выглядело так. В течение 21 минуты от начала и до самого конца этого грандиозного мероприятия перед собравшимися в основном женщинами с черными шариками выступил один выступающий, причем это был не организатор. Мужчина достаточно быстро и дисциплинированно прочитал с бумаги такой очень драматический текст, явно написанный заранее, о тяготах и лишениях жизни дольщиков в условиях того, что застройщики катаются практически вокруг них на яхтах и дорогих лимузинах. После этого организаторы попытались собрать подписи, зачем-то непонятно, под какими-то подписными листами, не объясняя никому, что значат эти то ли протоколы, то ли акты, то ли просто подписные листы. Подписи им не удалось собрать, там буквально 3-5-7 подписей на страницу, и мероприятие было свернуто. Я сначала, честно сказать, недоумевал, что это такое. Мы пытались задавать вопросы, понять и прояснить, что происходит, зачем цели и задачи. Мы не очень понимаем, что сегодня здесь происходит, в смысле, что именно вопрос 9-10 дома, на мой взгляд, до этого было так, что уже было заявлено, что мы 9-10 дом в первую очередь достраиваем. Да, да, да. Сейчас что изменилось тогда? Ничего не изменилось, я живу напротив этого дома. Я имею в виду, в плане достройки этого дома, его отказываются достраивать эти дома, что ли? Ну, похоже, да. Похоже, опять нас водят за нос. А информация откуда вот это вот? Ну, как вот, мы все вместе здесь. И по телевидению оповещали, сказали, что в июне месяце этого года, до 2019-го дом достроят... 9-10? Да, да. 9-10. Вот прям был озвучен на днях. А теперь-то что говорят? Что не будут достроить? А пока ничего не слышно, все, вот опять застопарилось. Примерно 3-4 месяца назад звучало так, что 9-10 дом будут достраивать в первую очередь, там немного осталось, и вот мы его будем достроить. Сейчас эта концепция изменилась, я так понимаю? Ну, нет, не изменилась. Эта концепция с 16-го года, наверное, вот сейчас, через 3-4 месяца... Ну, вот сейчас наступающий, я внимательно его слушал, он говорит, что застройщик отказывается достраивать 9-10 дом. Это как-то оформилось? Ну, я, честно говоря, такое первый раз слышу, хочу вот уточнить, может, у вас больше информации. Я тоже первый раз слышу. Разговаривали с несколькими дольщиками, честно говоря, разнообразные версии целей и задачи этого мероприятия, вы нам поясните, как организатор? Я поясню, мы просто хотим добиться, чтобы наши дома 9-10 все-таки начали активно строить. Мы не можем понять, какая версия, то ли от госстроя, то ли со стройчаса все-таки правдивая, то ли от застройщика она правдивая. То есть мы не можем понять, когда все-таки наши дома начнут строить, когда их активно начнут строить. То есть мы никто об этом не знаем, нам никто об этом не информирует. Понятно. Застройщик заявлял или там заявляет, что он не будет сейчас 9-10 застраивать. Мне вот нужно разобраться, на чем основа. Нет, ну он конкретно также не говорил, что он не будет застраивать 9-10. Вот эта информация о том, что 9-10 дом не попадает в схему кредитования, она откуда у вас? Ну это я не знаю, я точно не могу сказать. Ну вот было заявление сделано, выступление было, что мы не... Слухи это просто. То есть вот в качестве слухов здесь людей зарядили, значит, на... Я как бы точно не знаю и не буду говорить точно. То есть я могу ошибиться. Однако потом, пообщавшись и с организаторами, и с людьми, которые знали всю бодоплеку этого внезапного массового мероприятия, я понял и все для меня встало на свои места. Госпожа Гайсина зачем-то решила организовать альтернативное мероприятие. Совершенно не понимая, что она тем самым как бы, ну, подкладывает свинью все тому же Хабирову, увеличивая количество протестных мероприятий, которые попадут в сводку событий по республике, и которые пойдут в статистику, негативную статистику дестабилизирующих событий в республике, вроде как создать какое-то такое правильное протестное мероприятие, о чем она тут же начала писать в интернетах. Там две фотографии, на одной голодовка зачеркнута красным крестом. Это неправильный протест, а вот правильный протест и стоят, значит, ровненько построенные тетеньки с черными шариками. В общем, конечно, бред бредовый. В стремлении услужить и исправить, вернее, попытаться объяснить полный провал своей деятельности, госпожа Гайсина уже начинает делать какие-то совершенно нелепые вещи. Мне очень жаль тех людей, которых она спровоцировала на вот эти вот вещи, я имею в виду вот этого Сергея, который, в общем-то, к концу мероприятия совсем растерялся и что-то там такое лепетал. Да и всех остальных. Люди откровенно не понимали, о чем идет речь. Сами требования на митинги были настолько абстрактными, что, в общем-то, не стоило о них и говорить. То есть, достройте наши дома. Да уже 5-7 лет люди говорят, достройте наши дома. Вот на голодовке было конкретное требование. Вот эти дома, вот эти сроки, дайте нам понимание процесса. Это, на самом деле, обращение голодовщиков было обращением непосредственно к стройчасу, непосредственно к Хабирову и непосредственно к тем процессам, которые, на их взгляд, остановились или не совершались должным образом. А вот это вот абстрактное вдемье, чтобы уравновесить, чтобы размыть, чтобы там показать, как это нужно делать, это, конечно, было постыдное явление. Традиционно совершились кадровые перестановки в республике. Вот уже практически 6 месяцев, да, уже полгода, как Хабиров у власти, 6 месяцев почти ежедневно меняются позиции в управлении республики Башкортостан. На этот раз у нас было очень существенное назначение утверждения кандидатуры госпожи Макаренко на посту руководителя Центризбиркома республики Башкортостан. Напомню, что Илона Анатольевна Макаренко, ближайшая соратница ради Фаридовича Хабирова, и его смещица на посту директора Института права в Уфе, стала, теперь внезапно, без объявления войны, стала руководителем Центризбиркома республики Башкортостан, и Элла Александровна Панфилова утвердила ее кандидатуру, и теперь ближайшая соратница ради Фаридовича Хабирова будет руководить выборами ради Фаридовича Хабирова 8 сентября 2019 года. Прямо скажем, слегка прямолинейно получилось. Хорошо, что ради Фаридовича не назначил на эту должность своего брата или племянника, но, тем не менее, это не меняет дело, потому что совершенно очевидно, что госпожа Макаренко человек аффилированный, человек команды, хотя она в ужасе стала отрицать это, кокетливо переводя стрелки на ради Хабирова, когда ее спросили, является ли она частью команды Хабирова, она сказала, ну, я даже не знаю, надо спросить ради Фаридовича, и застеснялась как-то этого очень жеманно. Если говорить серьезно, все очень четко, понятно, прямолинейно, простенько, и, на мой взгляд, очень грубо, в том смысле, что здесь Хабиров даже не пытался имитировать какую-то демократическую либеральную форму, Центрисберком попадает полностью под его контроль. Процесс выборов, который он привык контролировать, а иначе выборов Хабиров себе и не представляет, и не умеет, напомню, что действительно он никогда не участвовал в выборах, и никакого навыка какой-то конкурентной борьбы у него в выборах не существует, соответственно, решили подстраховаться. Вторым, более-менее заметным назначением в республике на эту неделю был возврат второго экс-премьер-министра в команду Хабирова, по крайней мере, в руководство крупными предприятиями в республике Башкортостан. Я говорю об Азамате Лембетове, который бесславно на протяжении года с небольшим работал премьер-министром в республике Башкортостан при Рустеме Хамитове, как известно, был ставленником промышленной группы БСК, как известно, был не без труда, но достаточно быстро изгнан Хамитовым с его должности и скрывался где-то в Москве, руководя каким-то собственным весьма прибыльным институтом. Теперь господин Лембетов внезапно всплывает в роли руководителя филиала, башкирского филиала Росавтодора, филиала при Урале. Сначала люди не поняли, о чем идет речь, а для тех, кто не понял до сих пор, я расскажу, что такое филиал Росавтодора при Урале. Это 1777 километров дорог, федеральных трасс М5, М7 и Р240. Это весьма обширное хозяйство, очень большие бюджеты. Есть представление о том, что господин Лембетов опять пролоббирован одним из промышленных предприятий, в данном случае заводом Битум, с говорящим названием и не оставляющим нам сомнений о том, какие процессы и товары будет лоббировать господин Лембетов на своем новом посту. Ну, вообще, конечно, забавно то, что Хабиров начинает коллекционировать экс-руководителей в своей команде. Может быть, это тешит его тщеславие, может быть, это несет какой-то функциональный посыл. Я не знаю, посмотрим, насколько господин Сарбаев и Лембетов будут функциональны и способны на своих постах. Я совершенно не знаком с господином Лембетовым, наслышан только о том, что человек он разумный, образованный, спокойный. Но, как говорится, это не профессия. На прошедшей неделе заговорили снова о Сибае, о проблеме отравленного воздуха этого города. Борта карьера продолжают дымить. Очаги возгорания оказались существенно выше уровня затопления. ПДК 20 и выше. Собственно, ничего не поменялось. В самом конце недели было объявлено, что с 26 апреля начнется дальнейшее затопление карьера. Вообще, цифра 26 является какой-то роковой в истории с Сибаем, потому что именно до 26 марта должны были решить там проблему, заявлена была цифра. Именно на 26 дней после того, как уровень затопления был достигнут, ликвидаторы продлили возможные последствия от затопления, там все вот эти испарения и так далее. И теперь почему-то называется 26 апреля, хотя вот эти пресловутые 26 дней заканчиваются 20 апреля. Не понимаю, что происходит, цифру эту 26 тоже не понимаю. Понимаю, что воздух чище в Сибае не стал. Понимаю, что население воспринимает все больше и больше все, что вокруг них происходит, как имитацию обман. Снова заговорили про вот это несчастье, которое случилось 4 января в Сибае, я имею в виду смерть младенца, которую в то время связывали с отравленным воздухом, семья проживала в 1000-метровой зоне от карьера. Снова об этом заговорили, теперь началась проверка Следственного комитета с попыткой установить, было ли это причиной смерти, была ли токсикация или это была так называемая младенческая смерть. Все это, конечно, оптимизма не добавляет в ситуацию с Сибаем, население устало, население раздражено. Врачей в городе не стало, их оттуда увезли обратно в Уфу. Все вот эти развлекательные моменты и успокоительные терапевтические аспекты закончились. Из санатория все приехали, но кашлять не перестали. Последним развлекательным аргументом остается пресловутый Элвин Грей и этого престарелого мальчиша-кибальчиша, значит, срочным образом делегирует в Сибай пропеть ртом каких-нибудь, значит, бодрых песен. Возможно, это повлияет на состояние здоровья сибайцев, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Снова едет в Сибай господин Исаев. В общем, все начинает раскручиваться по-новому. Как мы знаем, дважды в одну реку войти нельзя, несмотря на все попытки нынешнего руководства Республики Башкортостан. И вот так, как было в прошлый раз, точно не будет. Будет хуже. Как и велел Радий Фаритович Госсобранию, Госсобрание приняло закон об изменении штрафов за неправильную парковку в Республике. В частности, прояснили понятие парковки на газонах, прояснили понятие, что такое газон. И с 10 апреля стартовала вот эта гоп-стоп-компания по, значит, выписыванию штрафов населению. За первый день было выписано 573 протокола, о чем радостно-радостно сообщил Радий Хабиров в своем блоге в соцсети. Ну, вообще, конечно, по форуме это довольно странно, когда руководитель Республики пишет «Ура, ура, мы оштрафовали 573 человека». Ну, как бы наказали. Само по себе странно. Вторая странность здесь то, что заранее и уже как-то заготовлено по-красногорски, был выделен вот абстрактно, ну, это уже там вот эти горе-технологи у Хабирова работают, 1% негодяев, ну, чтобы, не дай бог, не обидеть всех людей, хотя Радий Хабиров очень резко и очень обобщенно характеризовало ситуацию с парковками в Уфе, не стесняясь выражениях. Так вот, в их представлении 1% негодяев, значит, там, портит общую картину. Вот ради этого 1% негодяев в Республике затевается вот эта штрафная кампания. Ради этого 1% негодяев господин Киреев потратит 1,2 млрд на металлические столбики. Как-то немножко это избыточно, на мой взгляд. Ради 1% населения, в общем-то, полностью забыть обо всех проблемах и увлекаться только этим. Все это сильно-сильно отдает компанищины и предвыборной кампании. Но разберем последствия. 573 человека за один день на общую сумму, там, миллион с лишним, влетело на эти штрафы в Республике. Я так полагаю, что, учитывая последовательность и настойчивость ради Хабирова в некоторых совершенно бессмысленных вопросах, эти штрафы продолжатся. По миллиону в день они будут легко собирать и к концу года насобирают аж 365, наверное, миллионов рублей. Судя по всему, эти деньги растворятся в бюджетах районов. Вряд ли существует какая-то встроенная система контроля расходования этих собранных денег. То есть мы просто их отдали вот эту вот черную дыру под названием административной системы Республики Башкортостан. Однако важнее не вот эти деньги, хотя их тоже очень жалко, важнее то, как среагирует население на подобную ситуацию. Вообще существует классическая реакция. Это, ну, обычная обида, когда тебя обидели, да? Ну, отобрали у тебя 2000 рублей, естественно, это очень неприятно. Тем более, что отобрали за то, что ты привычно делал всегда. Особенно учитывая то, что газонами называется номинально то, где никогда и давно уже ничего не росло и не вырастет. Это утрамбованная площадка земли, номинально являющаяся местом для посадки. Было бы очень забавно посмотреть, насколько власти озеленят вот эти мертвые пространства, которые они считают газонами. Я сейчас рассуждаю не абстрактно, а очень конкретно, потому что за эти дни, когда начался вот этот вот чёс по газонам, я внимательно осмотрел газоны в районе, где я живу. Живу я в центре Уфы, во дворах. И там, где они стояли, например, около реестра, дикий абсолютно участок земли, где всегда стояли машины. Там вообще плотно и невозможно припарковаться. Будет очень интересно понаблюдать, как там озеленят эту территорию. Ну и, например, в моём дворе, где несколько десятков лет часть двора была превращена в парковку, потому что машины ставить негде. Жильцы установили там и бордёрные камни, и огородительные, значит, такие сооружения, чтобы было понятно, где машины ставить, где не ставить. Однако эта территория тоже была истолкована как газон. И некоторые жильцы нашего дома, которые имели несчастье поставить на эту территорию автомобиль, получили вот эти протоколы. Забавно, что в протоколе была указана статья, нарушенная злодеями. И статья эта, если порыться в уголовном кодексе, статья за растление малолетних. Я не знаю, это несчастный случай, это безграмотность местного участкового или такова концепция, которая изобретена Хабировым и его технологами, чтобы посильнее напугать людей. Ну, в общем, неправильная парковка в Республике Башкортостан теперь приравнена к растлению малолетних. Завершился хоккейный какой-то этап. Я, честно скажу, хоккеем не интересуюсь, не разбираюсь и не собираюсь обсуждать. Салат Вилаев получил какую-то бронзовую медаль в каком-то своем подразделении, что решили отметить власти Республики. Видимо, в отсутствие каких-то серьезных успехов в остальных областях нужно все-таки что-то показывать. И внезапно Хабиров наградил орденами Республики Башкортостан двух финских хоккеистов. А именно Юха Митцола и Тейем Хартекайнын получили, соответственно, орден Салават Юлаева и орден за заслуги перед Республикой Башкортостан. Я затрудняюсь оценить, на самом деле, заслуги этих выдающихся спортсменов и, судя по всему, общественных деятелей. Однако, существует статут об орденах, это некий свод правил и предназначений награды, который говорит, что, например, орден за заслуги перед Республикой Башкортостан вручаются за особые достижения в труде, государственной и общественной деятельности, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, за большой вклад в дело сохранения правопорядка и безопасности. Видимо, Тейем Хартекайнын именно все вот эти деяния совершил, катаясь на коньках с клюшкой и получая миллион, а то и два в день. За это героическое, значит, действие. Есть еще одна пикантная подробность. Орден за заслуги перед Республикой Башкортостан, согласно статуту, вручается 11 октября в День Республики. Этим решили пренебречь. Видимо, так велика была необходимость награждения финского хоккеиста вот этим орденом, что нарушили все правила и порядки. На самом деле, скорее всего, это очередная подстава, подстава Хабирова перед общественностью и перед национальной общественностью, потому что иначе, как насмешкой, подобные мероприятия назвать нельзя. Ну, внимательнее нужно быть Радио Фаридовичу, наверное, следить за некими формальными вещами, более подробно оценивать вот эти намерения и действия, может быть, поменять состав вот этого наградного отдела, который допустил подобную, прямо скажем, вопиющую оплошность. Ну, я хотел включить эту историю в раздел про «Дайте глупости шанс», но, пожалуй, что, наверное, не надо этого делать. Продолжилась лингвистическая эпопея Радио Хабирова. На этой неделе она состояла из двух частей, и первая часть произошла за пределами Российской Федерации в городе Вене, куда Хабиров прибыл с визитом инвестиционного характера, общался с инвесторами потенциальными, банкирами, промышленниками, пытаясь привлечь инвестиции в республику, пообещал выучить венский диалект и говорить на нем, если австрийские инвесторы инвестируют в Башкирию и ее экономику миллиард евро. Неплохая цена, прямо скажем, многие согласятся выучить редкий язык за один миллиард евро. Вообще, Австрия все больше и больше входит в нашу жизнь. Мы знаем, что это очень непосторонняя страна и для Хабирова, и для Рахимова, для многих. С 3 июня этого года начинаются регулярные рейсы в город Вену из города Уфы. Все жители Уфы, обладающие некоторым количеством денег, шенгенской визой и желанием, смогут посетить этот замечательный город. А Радифаритович сможет регулярно, без проблем и без услуг господина Мухаммедьянова, который злодейским образом нанимает ему дорогие джеты, перемещаться в этот город, повторюсь, который ему совершенно не чужой. Второй частью лингвистической эпопеи Хабирова была история с башкирским языком. В Уфе прошел первый всероссийский, всемирный и, видимо, межгалактический съезд учителей башкирского языка, на котором обсуждались проблемы изучения башкирского языка. Как мы помним, в последние годы изучение языка и его обязательное изучение было одним из центральных вопросов политической повестки республики. По сути, язык, национальный язык загнали в угол, отменили его обязательное изучение, запутали всю историю с этими учебными планами и всевозможными вариантами его изучения, а теперь героически взялись за восстановление его статуса и возможности на нем говорить и его изучать. Хабиров гневно обрушился на то, что все это неправильно и не здорово, надо менять, нужно сделать его престижным, я имею в виду язык. Сам попытался говорить на башкирском языке. Эксперты, конечно, оценили эту попытку очень низко. Произношение, грамотность у Ради Фаридовича оставляют желать лучшего. Он сам это понимает, сообщил, что за 10 лет напряженной работы в администрации президента Российской Федерации и впоследствии в мэрии Красногорска не имел никакой возможности говорить на башкирском языке, хотя соратников, кстати говоря, вокруг было много, мог бы вечерами и практиковаться. Ну да ладно. В общем, с башкирским языком у Ради Фаридовича очевидно плохо. Ему удавалось это скрывать 5 месяцев, теперь это стало очевидно. В этом смысле Хабиров повторяет, конечно, путь Хамитова. Хамитов совсем не говорил по-башкирски. Там хаэрлиюл и, как говорится, все. Не знаю, будет ли Хабиров наращивать свои навыки знания родного языка, или вот эта отмазка станет дежурной, я имею в виду, 10-летний перерыв в практике. Не знаю, вообще, конечно, как выяснилось, это важно для населения, для башкира, говорящего населения, знание языка со стороны зурначальника, и, соответственно, наверное, стоило бы ему язык подучить. Ну, в общем, вот два таких серьезных лингвистических приключения случились с Хабировым на эту неделю. Ну и наша любимая рубрика «Дайте глупости шанс». На этой неделе будет без вариантов, и героем этой рубрики будет Ульфат Мустафин. Без объявления войны, совершенно внезапно, Ульфат Мансурович выехал в город Женеву и сделал там громкое заявление о том, что европейские умные города далеко отстали от Уфы, и никакой конкуренции города Уфе составить уже не могут. Честно говоря, я растерялся, я сначала думал, что это шутка. Ну, в смысле шутка, в прямом смысле, там фейк, как теперь принято говорить, там фейковые новости и так далее, нет. Действительно, Ульфат Мансурович с высокой трубуны в Женеве заявил, что Уфа опередила европейские города как умный город. Трудно оценивать последствия подобных заявлений. Недостоверно известно, что попытку самоубийства попытался предпринять мэр города Токио, который до этого заявления был признан самым развитым в этом смысле городом. По-моему, в отставку должен подать мэр города Антверпена, и вообще серьезные кадровые перестановки должны начаться в крупных европейских городах после этого заявления, потому что Ульфат Мансурович практически не оставил никакой надежды Парижу, Антверпену, Лондону, Бонну на то, чтобы занять достойное место в иерархии умных городов нашей планеты. Также я не знаю, под воздействием каких факторов было сделано это заявление. Я не знаю, факторы эти были психологического, химического, биологического характера. Возможно, это были какие-то продукты перегонки или еще что-то. Я не буду говорить, потому что не знаю. Но, тем не менее, заявление-то прозвучало. Оно немножко, наверное, должно вводить в апатию жителей города Уфы, потому что развиваться дальше некуда. Мы превысили и превзошли лучшие образцы мировые. Соответственно, что же теперь остается в Уфе? Только почивать на лаврах. Но если говорить серьезно, то господину Мустафину нужно перестать ездить по европейским городам, пока на время, я думаю, а было бы полезно даже запретить ему это делать. И очень внимательно обратить взор на город Уфу. На город, в котором совершенно нет урн, на город, в котором нет общественных туалетов, на город, в котором опасно ходить по многим тротуарам, особенно в ночное время. Вот на все эти достижения умного города господину Мустафину нужно обратить пристальное внимание. Надо напомнить господину Мустафину, что он живет в городе и правит городом, в котором практически не существует ливневой канализации, в которой, как выражается любимый руководитель, в воздухе летает пыль и так далее, и так далее. Наверное, нужно Ульфату Мансуровичу прийти в себя после этого триумфа в городе Женеве, засучить рукава и начать заниматься нашим любимым, самым лучшим европейским умным городом под названием Уфа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok